Добрый день, уважаемые зрители. Спасибо большое. Быть краток максимально. Ну, как правило, когда речь идет о создании корпоративных информационных... Продолжение следует... ...совой парадигмы отношения к корпоративному менеджменту, к технологиям осуществления адвокатской деятельности. Мы при разработке своей системы КИСАР и при ее внедрении непосредственно, мы, конечно, большое внимание уделяли обследованию объектов и информатизации. Потому что практика изучения работы адвокатских палат, она показывает, что действительно адвокатура очень разная. Это и географический фактор, и степень продвинутости информационной и так далее. И здесь мы руководствуемся принципом «создавай, а не разрушай». То есть стараемся сохранить все те, скажем, самобытности в работе адвокатских палат, которые присутствуют, но при этом приходя к какому-то разумному унификации, подходу. Следующий момент – это преодоление барьеров для информатизации. И здесь есть такое понятие сопротивления и изменения. Мы же понимаем, что нежелание принимать эту информатизацию всю, с ее новыми правилами – это вполне нормальная вещь. И здесь есть причины как субъективного характера, так и объективного. И вот мы в работе по внедрению системы и еще на стадии разработки системы, то мы выделили четыре, собственно говоря, таких целевых аудитории. Ну, прежде всего, если говорить о внутренней аудитории адвокатуры, это, конечно же, адвокаты. Это руководство адвокатских палат, это советы адвокатских палат, президенты, безусловно. И третья категория – это руководители адвокатских образований. Важно, конечно, выстроить и взаимодействие с внешними субъектами. И здесь тоже есть и вопросы, и проблемы. Это имеется в виду, конечно же, и суд, и органы следствия, дознания. И здесь мы и на федеральном уровне работаем с соответствующими министерствами и ведомствами, и на региональном тоже. Потому что вот то, что касается регионального уровня, то здесь, конечно, субъективный фактор имеет большое значение, в том числе какие-то личные сложившиеся или не вполне сложившиеся отношения, например, председателя, премьера областного суда, президента адвокатской палаты. Этот фактор очень тоже важен. Пятый момент – это анализ совершенствования локальной нормативной базы. Ну, здесь вот практика информатизации в любых сферах, и адвокатура, в общем-то, не является исключением, конечно же, показывает, что локальная нормативная база, она всегда требует достаточно серьезных изменений. Всегда есть какие-то пробелы, несоответствия. И вот здесь как раз нужно понимать и то, что называется, параллелить эти два процесса. Если что-то меняется в решениях органов адвокатского управления, то нужно это, конечно, фиксировать в технических заданиях и дальше реализовывать уже непосредственно в системах информационных. И наоборот, если мы собираемся совершенствовать информационную систему, то, естественно, корректируем нормативную базу. Вот, к сожалению, на практике, повторюсь, это практика не только адвокатуры, это происходит не всегда. Вот мы стараемся на это особо обращать внимание. Ну, и есть, пожалуй, шестая позиция, которая не обозначена в слайдах. Я в заключении скажу, все-таки считаю нужным это сказать. Вот информатизация, цифровизация, процесс внедрения, он рассматривается такой как бы разовый. На самом деле это навсегда. Это навсегда, и у меня все время вот приходит ассоциация такая с ремонтом. Ремонт можно начать, но невозможно закончить. Его можно только прекратить. Но мы не собираемся прекращать. Мы, по большому счету, в начале пути, в начале информатизации. Поэтому, конечно, хотели бы совместно, в том числе и с вами, со всеми коллегами, в этот процесс, то, что называется, идти дальше. Спасибо. Спасибо.